да значит сегодня продолжим практиковаться и практиковаться будем по поводу объектов потому что как бы методы вы уже делаете сами продолжайте делать домашнее задание вот у вас очень успешно получается вот и как только сразу вы закончите так сразу мы и потому что как бы ну программировать то вы их все равно ну то есть такое дело если хотите стать классными программистами то вы уже сами ими становитесь потому что тут тут сильно тут можно вечно практиковаться на таких вот задачках я вам еще сегодня дам задачу чтобы вы как говорится не скучали да практиковать практикующую но тут больше надо в любом случае но эти все задачки они же такие это притянуты за уши больше говоря чисто для практики а всегда же хочется что-то сделать такое для вот для пользы дела тогда как бы сразу появляется энтузиазм работать и тому подобное поэтому а так как java объектно-ориентированный язык то в любом случае без объекта никуда не денешься в любом случае тебя будут эти объекты присутствовать и с ними что-то надо делать как-то работать вот поэтому что мы сделаем значит учитывая тот факт что вы типа смотрите или посмотрите лекции вот это вот третий урок четвертый урок про где про объекты пятый там по моему вот все что с лопой связано там где конкретно рассказывают что такое объект но вкратце вкратце для того чтобы как бы в общем освежить память еще немножко расскажу да то есть как бы в java все вся вообще программа состоит из объектов да какие-то вот объекты и они между собой взаимодействуют что такое объект а объект можно себе представить так очень грубо очень грубо ну можно представить себе как что-то какой-то контейнер да в котором во первых есть данные какие-то да то есть какие-то его поля эта информация хранится и в нем еще также есть методы по его обработку то есть вот тут вот я нарисую да какие-то методы по его обработке по собственно обработке этих полей но не обязательно этих просто какие-то методы то есть когда причем что самое интересное что вот в объекте может отсутствовать либо одно либо второе да то есть они могут любого присутствуют либо что-то отсутствует не быть методом тогда этот объект называют ну не знаете что называют но можно его представить какой-то контейнер просто информации да просто куча 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 разных полей вот может не быть наоборот как бы данных никаких полей не у них рейсов только методы 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 такими объектами обычных ну это как можно представить как служебные какие-то объекты то есть в нем только есть методы которые умеют что-то как-то делать да какие-то стратегии выполнения и тому подобное, но при этом полей никаких нет. Но чаще всего в объектах в любом случае присутствуют какие-то поля и какие-то методы. Эти методы могут обрабатывать эти поля, а могут не обрабатывать, а могут просто, используя их, что-то выполнять. И на основании этого понимания строится все взаимодействие. Объектов может быть много, мало, они как-то между собой могут друг друга вызывать, ссылаться друг на друга. То есть фишка в том, что программа строится, когда объектов есть множество, и между ними могут быть какие-то связи, то есть я вызываю его. Между ними могут быть связи наследования, это то, что все в лекциях рассказывают, то есть когда он наследуется от него, то есть он наследует его поля, его методы и тому подобное. Ну и так далее. Есть более сложные элементы, это типа интерфейсы, это то, что там рассказывают, то есть интерфейс, это как бы не объект, это вот, это его, ну что такое интерфейс, да, то есть это как бы контракт, контракт, который описывает, какие в этом объекте есть поля, да, то есть в интерфейсе обычно полей уже нет, то есть информация никакая не хранится, это такой вот как бы легковесный листик, да, представили, который вот как бы надевается на лицо, что я имею в виду, да, то есть в нем, собственно, описаны какие-то методы, да, и если, собственно, наш объект имплементирует данный интерфейс, да, то есть он его, то есть мы этим самым указывается контракт, то что в этом объекте обязательно будут такие методы, то есть вот здесь методы перечисленного в интерфейсе, объекты обязательно будут, то есть если вот такая происходит, второе связано. Ну, для чего это надо? Для того, чтобы там как-то, то есть причин есть много, но основные, наверное, какие-то с интерфейсами, для того, чтобы можно было вызывать эти методы без указания конкретно, какой же там объект, какой тип объекта под нами будет, то есть мы конкретно просто методы вызывать, ну или быть уверенным, что в данном объекте такие методы есть, ну и так далее, то есть все эти вещи я там как бы на лекциях рассказываю, это все так стараюсь объяснить более-менее, оно может быть и понятно будет, так вот вроде послушаешь, ну объекты, понятно, интерфейсы, методы, да, какие-то данные хранятся, вопрос сложный возникнет, как это все применить, то есть вот когда есть реально какая-то задача, какие вообще объекты должны быть в ней, как их выделить, какие это, это на самом деле является одной из самых сложных задач программирования, и проблема в том, что нет универсальных рецептов, которые вам скажут, что вот ваша проблема, да, делай так-то так, ты получишь какие-то объекты, то есть в данном случае вот вообще выделение объектов, да, то есть декомпозиция задачи на какие-то вот объекты, собственно проектирование задачи, это вот является как бы искусством программирования, то, что вот относится к искусству, это как писать картины, да, то есть нет универсальных рецептов, как писать красивую картину. Сможешь написать? Молодец, не сможешь, но будет некрасиво. У вас есть книжка паттерны программирования. Правильно. В любом случае, как и в написании картин, есть же какие-то определенные техники и т.п. Так же самое и с объектом. Есть техники, которые могут вам помочь. Есть книга, называется Design Patterns. На русском паттерн проектирование. Там еще две точки и что-то написано. 4 автора ее написали. Гамма Хелм Влисидес и Джонсон. Называется Gang of Four. Банда четырех. Это автор этой книги. Книга офигенная. Написана еще в 1994 году. Почти настольная книга программистов. В ней рассказаны про объектно-ориентированное программирование, про его достоинства и недостатки. Какие есть приемы в объектно-ориентированном программировании. Такой инструмент тяжелый и сложный. Почему? В конечном итоге во второй части книги они рассказывают паттерны, шаблоны проектирования. То есть наиболее часто употребимые шаблоны. О том, какие объекты должны быть соединены между собой, чтобы эту проблему решить. То есть натравить на эту проблему. Причем некоторые шаблоны достаточно тривиальные, простые в плане логического понимания. А некоторые шаблоны там уже надо подключить свою логику. То есть там конечно и сложно. Их всего там на самом деле не так много. 26. И причем они делятся на подтипы. Типа вот есть структурные паттерны, которые как бы структуры позволяют, есть поведенческие. То есть разное поведение моделируют и так далее. Но все это хорошо. То есть эта книга хорошая. То есть ее в конечном итоге может быть не сразу начинаете читать, но постепенно уже начинаете просматривать. В любом случае может быть сложность. Почему эта сложность возникает? Потому что сложно понять о том, как же вообще создавать. То есть книга хорошая. Читать ее надо и постепенно. Но я подозреваю, что когда вообще человек не программировал, никогда вообще, что такое объект, откуда глядь. То есть естественно с этой книгой, наверное, будет поначалу сложно так вот прямо влиться. Но для этого и есть вот эти вот уроки. Мы и создали. И собственно будем этими уроками заниматься. Соответственно сейчас постараемся к этому подойти. Просто что? Чтобы я просто повторно много раз не останавливался. То есть вот сами объекты действительно лучше лекции посмотреть еще раз. чтобы понимать о чем я говорю. Даже если сейчас что-то не понимаете. Не важно просмотревать еще раз лекции. Потом уже станет легче и легче. Попробую. Давайте с вами вот решить такую вот обычную задачу. То есть объекты, еще раз повторюсь, они у вас будут присутствовать везде. Когда вы будете решать задачи какие-то связанные с бизнесом. Даже когда вы будете решать задачи никак не связанные с бизнесом. А просто вот написать программу, которая будет там на экране выводить число 25. И делать этот отчет от 25 до 0. И когда до 0 дойдет пусть экран залезся. К примеру. В любом случае будут какие-то объекты. То есть главное или есть какая-то бизнес-задача. Но нам более интересна все-таки бизнес-задача. Потому что мы как бы с ними все крутимся и ради этого нам этот. Простые программы тоже. Вот смотрите. Представим, что к нам пришел какой-то там товарищ, заказчик и говорит. Напишите программу, которая будет вести логирование сделок. Между двумя какими-нибудь партнерами. Например. И она будет просто вот их программы просто введешь. То есть факт того, что сделка есть. И собственно сделка будет купли-продажи. У одного партнера другого каких-то продуктов. Продуктов можно купить. То есть что такое сделка? Один чувак покупает у другого что-то. И этого что-то может быть либо одно, либо много. Отсюда и формируется цена сделки. То есть у каждого продукта есть какая-то цена. Там стоит 25 рублей, 30 рублей. И соответственно сделка, цена формируется благодаря общей совокупности. Плюс какой-нибудь племиальный. Написать программу, которая просто введет. И по запросу, мол, скажи, она мне выдаст. Вот и все. Ее естественно потом можно будет усложнять. И надо сделать так, чтобы ее потом уже было усложнять. Например, добавлять какие-то новые элементы, новые сделки, новые виды и тому подобное. Вот постепенно это мы сделаем. Вот вам говорят, сделай такое. Что на вход сразу на ум должно приходить? В любом случае, когда говорят похожего рода программы, то есть когда ставят такое техническое задание, обычно с чего начинается? То есть можно начать с... Как вот там в скраме подходы начинать? Пишите, мол, нам стори эти в листике. Юзер стори, как работает наш программ. А юзер стори, он один тут на самом деле. Программа должна быть возможность ввести сделку. Все. Я, как пользователь чего-то там... Ты, как пользователь, запускаешь эту программу и тупо на клавише вбиваешь сделку. И должен быть возможность ввести сделку. Да. Ввести, получить какие-то результаты. И все. То есть на самом деле нет. Просто ввести. Хотя мы даже остановимся на обычном юзкейсе. Просто ввести. То есть, ну ладно. С юзкейсом понятно. И сам юзер стори мы вроде как понимаем. То есть, ну, все вроде в этом плане крутимся. То есть это хорошо. Вопрос в другом. Как вот саму программу написать? То есть программист ее напишет, да? То есть как вот себе? То есть надо сразу представить. И причем мы писать будем на джайме, да? Программы наши. То есть так, конечно, можно придумать. Ага, наверное, будет какой-то метод, который мы будем просто все вводить и окей, сохранить. Да? Но что значит ввести? Возникает вопрос, куда ввести? Надо же это сохранить. В будущем. В будущих лекциях мы это будем хранить. В базу, в файлы, там, т.м. Поучимся хранить разные все. Сейчас пока что остановимся на том, что пусть оно просто вводится в память. Да? То есть понятно, пока программа работает, оно все есть. Пока мы выключили программу, ничего нет. Так как мы изучаем объекты, да? То есть надо сразу начинать мыслить, пытаться, пытаться... То есть первый такой шаг, который желательно делать, это выделить программе сущности и объекты, с которыми вы будете работать, которые будут хранить какие-то данные. Ну, это как бы... Это чисто уже из своего собственного опыта рассказываю. Не то, чтобы это там где-то в книгах написано, да? Но я обычно, когда мне говорят программу, да, то есть... Ну, даже, наверное, так. Наверное, это не первый шаг. То есть первый шаг, наверное, это все-таки правильно. Какие-то юзер стори, да? То есть, ну, либо они еще называются юзкейсы, да? Юзкейсы. Просто разузнать, какие есть вообще юзкейсы работы программы. То есть, чтобы понимать, насколько сложно мне будет ее писать. Что я должен вообще писать, да? То есть, вводить что-то, выводить. Мне надо сохранять, не сохранять. Спрашивать у пользователя, либо что значит вводить. Пользователь будет вбивать клавиатуру, либо я буду откуда-то это получать. То есть, по максимуму просто разузнать вообще специфику работы нашей программы. Ну, для сегодняшнего занятия становимся на простом моменте, да? То есть, пользователь с клавиатуры рукой тын-тын-тын вбивает все, что может бить относительно сделки. Нажимает там Enter и все это сохраняется красиво. Да? И потом, собственно, он просит там выведи и оно выводится. Все. Соответственно, второе, начинаешь сразу размышлять, это выделить объекты, которые будут хранить информацию. Потому что, в любом случае, где-то есть какие-то понятия информации у нас, да? То есть, ну, как я еще на первых, знаете, говорил, да? То есть, если есть, то есть, я тут напишу тогда objects, да? Objects, там, InfoStory, да, какой-то, да? Был такой фауловый рисус когда-то, да? То есть, сохранить информацию. То есть, идея какая? То есть, по-любому мы должны информацию как-то же получить, да? Мы ее же где-то должны где-то сохранить в каком-то месте, да? И как-то ее обработать. Фишка в том, что не всегда нам нужны будут объекты. Не для всего нам нужны объекты. Но так как мы работаем на Java, то, ну, в принципе, на Java все объекты, я представляю. В любом случае, какие-то объекты. Ну, вот в нашем примере. Какие могут быть объекты? Нам надо вводить сделки, правильно? Ну, значит, сразу логично, что должен быть объект сделка, да? Какой-то вот объект, да? И в сделке, соответственно, есть какая-то информация. То есть, мы же ее будем вводить, логично. Значит, сделка будет, я же сказал, что сделка это что такое? Это факт купли либо продажи двумя чуваками, да? То есть, есть один, значит, есть у нас покупатель, есть продавец, да? Соответственно, у нас будет объект покупателя, объект продавца. И я никак не разграничил их в каких-то привилегиях, да? То есть, наверное, это будет, ну, класс у этого объекта будет один и тот же. Ну, там, вот человек, да? Какой-то там он. То есть, потому что он либо может быть либо продаж, либо покупатель. Наверное, у него имя должно быть. Ну, логично, да? Чтобы как-то же его там идентифицировать. Дальше я же сказал, что что такое сделка? Сделка это будет факт купли-продажи каких-то продуктов. Да? Значит, есть продукт. Сразу объект уже есть продукт, да? То есть, у продукта, наверное, тоже, ну, там, хотя бы имя, название. У продукта же, по-любому, должно быть тоже какое-то название, да? Чтобы вот этот продукт купили. Дальше я сказал, что цена сделки будет формироваться от того, сколько мы продуктов купим. Значит, у каждого продукта должна быть цена, да? Ну, есть продукт, у нее есть имя, у нее есть цена. И, соответственно, сделка это будет сумма всех продуктов. Ну, то есть, все гениально просто. Значит, у сделки будут такие-то разные. Ну, то есть, как бы так представить. Что нам еще надо хранить, да? Ну, в данном случае, наверное, больше... Сторону купил-продал. Ну, правильно. Вот, сторону купил-продал. Ну, либо можно хранить, например, просто покупатель-продавец. То есть, сама сделка это в любом случае купля-продажа, да? То есть, это в любом случае сделка. А есть, наверное, в ней вот именно покупатель и продавец. Не просто там юзер один, юзер два. Именно кто-то же покупает, кто-то продавец. То есть, мы знаем, куда, в какую сторону... Ну, соответственно, из этого, наверное, сможем выделить направление. Ну, вот так вот, ну, вот подумали-подумали, да? То есть, позадавали вопрос, что еще может хранить, да? То есть, ну, понятно, пример простой. Но, наверное, в сложном примере появятся еще разные даты, какие-то сделки, что есть какие-то откаты. Появится куча атрибутов. Основная фишка, выделить объекты для хранения, это просто быстро разбросать, что нам надо хранить, хотя бы не обязательно связывать их между собой, хотя бы просто накидать в голове и повыделять по максимуму атрибуты, узнать, это надо хранить, это не надо хранить. То есть, что нам надо хранить. Оно потом в будущем может эволюционировать, появятся, возможно, еще какие-то дополнительные поля. Но хотя бы то, что можно выделить на первом этапе с человеком, который это заказывает. И третий этап, более уже посложнее этап, но это методы по обработке. Методы по обработке – это информация. Обычно методы, в принципе, методы, они к вам придут из юзкейсов, потому что юзкейсы определяют какие-то действия. Методы – это тоже, собственно, действия. То есть, методы имеют действия какие-то. Соответственно, методы придут вам в любом случае из юзкейсов. Это как минимум, это раз. И плюс еще наверняка будут дополнительно какие-то методы, которые позволят вам получать доступ к вашим же объектам. Надо же тоже к ним доступить. И, соответственно, надо подумать, где эти методы будут находиться. Как я уже говорил, что вообще что такое понятие объект? Это то, что имеет информацию, плюс методы по ее обработке. Поэтому, возможно, часть методов будет находиться в самих же объектах, которые я как-то буду обработать. Как пример. Есть сделка. Как вывести сумму всей сделки? Я же говорил, что сумма всей сделки – это сумма всех продуктов. Наверняка надо будет иметь в объекте сделка, добавить метод, который getSum. К примеру. Чтобы не статически сумму убивать, а чтобы она автоматически нам вычисляла в зависимости от того, какие у нас есть продукты. То есть она просто пойдет по всем продуктам и посчитает на выдаст сумму. Наверняка нужны будут методы для доступа просто к данным. GetName, GetDate, Get то-то. То есть хотя бы Get, Get, Get эти все должны быть. Плюс нужны будут методы, четко идущие из юзкейса. То есть ввести, вбить. То есть метод должен быть попросить у юзера дальние данные, пожалуйста. Нужен будет метод вывести. Логично, да? Вывести. То есть, ну, а где эти методы хранятся? К объектам они, как бы, отношения особо не имеют. Потому что объекты не хранят информацию, да? То есть, возможно, где-то вот отдельно будет программа аж по-любому, да? Вот у нас, как бы, то есть где-то точка входа в эту программу. И вот в том классе, который будет, как бы, как бы, точка входа в программу, у него наверняка появятся эти методы. Вот. То есть это уже может быть, с методами может быть немного посложнее. И вот тут вот, если вот обращаясь опять в той же книге Design Patterns, да? То есть на что куда смотреть? То есть, когда начинаешь выделять объекты, вот именно объекты, да? То тут помогут структурные паттерны. Потому что они позволяют, структурные паттерны позволяют правильно структурировать. Это относится более сложно. Сейчас, конечно, нам, наверное, чем поможет, какой паттерн, но в будущем, да, если придумать более сложный пример, то там некоторые фишки, то есть ты вроде повыделял, повыделял, повыделял кучу, а как их объединить, а как их, может, между собой объединить, посоединять, там, и так далее, и тому подобное. И там помогут какие-то структурные паттерны. Различные билдеры могут помочь, там, различные, там, паблики, может быть, и тому подобное. А с методами это поведенческие паттерны, потому что есть паттерн, который определяет, как там вести себя. Стратегия, например, какая-то, который определяет, как поведение выстраивать, по-хитрому проектировать. Ну, это так вот, обращаясь дальше. То есть, когда вот это все повыделяли, дальше, собственно, что? Дальше можно уже приступать к какому-то программированию. Но обычно набросали-набросали это все сейчас пока можно на бумаге и ручками. Но дальше, обычно, следующий шаг, вот такой четвертый, главный, наверное, такой, это, собственно, проектирование дизайна. Дизайн. Ну, дизайн не картинки рисовать, да, UI там, да. У нас UI вообще особо в программе никакого не было, да. А это вот именно object-oriented design, то есть, конкретно, создать, собственно, изобразить все наши объекты, методы и все такое. Для дизайна, ну, программисты придумали самый такой этот, это вот язык называется UNA. Наиболее, наверное, качественная такая штука, слышали, да, то есть... Unified Model N. Unified Model N. Ну, так вот он называется Unified, но его для программира идеально подходит, да. То есть, многие его, его же используют и тому подобное. Значит, для use-кейсов, там даже есть диаграммы use-кейсов, да, рисуем. Для объектов с методами и тому подобное есть диаграммы, для диаграммы классов, да, либо диаграммы объектов, которые показывают, собственно, все наши объекты и связи между ними. А для того, чтобы показать, какие методы и какой там workflow уйдет, есть диаграммы этого, диаграммы sequence, то есть, поведение, activity диаграммы и так далее. То есть, которые позволяют нам рисовать, как же будет workflow. То есть, это все надо за дизайн, прежде чем приступать к программиру. Сейчас, конечно, с любого программиста требуют знания UMA, типа, ты должен узнать, кто умеет. А? Ну, они же не знают. Нет, ну, в общем, программисты все знают, то есть, досконально все весь UMA знать на самом деле нафиг надо. Ну, то есть, если так подумать хорошенько, да. Достаточно разбираться в use-кейсах, хотя и тот факт того, что ты их сам, как программист, наверное, вряд ли будешь рисовать, потому что их будут рисовать бизнес-аналитики тебе. Ну, то есть, они тебе будут use-кейсы рисовать, то есть, это для них более важно. Хотя, вот, в университете всех программистов заставляют самим рисовать use-кейсы, ну, чтобы как-то тоже было интересно, да. Важно уметь рисовать объектные диаграммы и диаграммы действий. То есть, это sequence, activity, там, state chart какие-то. Это да, потому что от программиста обычно же требуют, да, то есть, прежде чем начнешь там писать, а ну-ка, вот, представь, что ты там собрался писать, да. Нарисуй-ка мне эту алгоритму. То есть, как программист, как минимум, он всегда сможет нарисовать эти диаграммы. Ну, хороший программист, да. Дальше там уже есть диаграммы типа deployment, диаграммы, там, тра-та-та. Это, опять же, не совсем обязательно как программисту, но чисто обзорно знать это будет хорошо. Получается, три основные. Есть объектные диаграммы, sequence и activity. Вот все, что используется. Ну, есть диаграммы объектом или классом. Это диаграммы, которые отображают структуру программы, да. И есть диаграммы действий. Это группа диаграмм. Туда входят sequence, activity и state chart. Диаграмма состояния, диаграмма последовательности и диаграмма действий. Они немного отличаются, просто показывают разные способы. То есть, state chart показывает переход одного состояния в другой, да. То есть, если у тебя программа имеет несколько состояний, там, ты покажешь это, да. Activity диаграмма хороша, в принципе, даже, наверное, последовательность. Последовательность это четко разрисовать какой-то метод, алгоритм, да. То есть, я вызвал один метод, потом пошел второй метод, потом вышел третий метод. То есть, тут состояния нет, просто показать, какие я методы последовательно вызываю. Отсюда и последовательность. И activity это, как бы, показать какое-то взаимодействие, которое не попадает ни под state chart, ни под методы. То есть, там можно тоже и методы вызывать, activity, там, туда, пошел, тон, выполнил, тот, тот, там, то выполнил. Ну, то есть, такое. То есть, эти диаграммы, они, как бы, это показывают. Конечно, есть еще, давайте так, чуть-чуть оговорюсь, прежде чем мы продолжим, что есть же и другие подходы к программированию. Есть еще, так называемые, TDD. Тест-дривен-девелопер, который говорит по-другому, говорит, не надо проектировать. Зачем, оно все ни к чему, это все, происки бюрократа. Пиши тест. Да, пиши тест. Начни с теста. То есть, и, блин, на самом деле, подход имеет вполне, ну, нормальное, ну, для жизни. Идея заключается в чем, что ты вначале напиши тесты. You need тесты, например, результаты, как должна вести себя программа, он тупо нахреначь тесты. А потом, исходя из теста, пиши свой код, который по максимуму, вначале, ну, короче, код должен... Напиши код как можно быстрее, такой, который сделает так, чтобы тесты проходили. Пусть он будет некрасивый, код там, какой попало, лишь бы тесты проходили. А после того, как тесты проходят, начинай рефакторить. Рефакторинг кода, это что, изменение, видоизменение кода без изменения его функционала. И, собственно, рефакторив, сделай код красивым. Да, но при этом тесты твои будут тебе, как бы, показывать сюда, сломал ты что-то или нет, да. То есть, ну, фишка такая, что, типа, так ты быстрее выдашь продукт. Ну, получишь готовый продукт быстрее, почему? Потому что, типа, ты быстро тесты написал, быстро написал код под ней. Сразу вот, и показал заказчик, вот готовый продукт. Пусть он работает там медленно, некрасивый код, его тяжело поддерживать, решили, но главное, что он есть. Уже есть, да? То есть, уже заказчик может продавать, получать бабло. Да. Можно уточню? Смотри, ты говоришь, не нужно проектировать, но как ты будешь знать, какие тесты ты будешь писать без спроектированного? Правильно. Это же уточнение спецификаций. Те же юз кейсы. Ну, какие у юз кейсы должны быть? То есть, ты быстрее напишешь тесты, если у тебя есть этот, ну... Юз кейс. Да. Нет, понятное дело, что юз кейсы должны быть. Ну, юз кейсы, без юз кейса вообще смысл программы писать, да? Напишите то, не знаю что. А, все равно. А вот вопрос вот делать, выделять объекты, методы, да? Рисовать ли DML-диаграммы, вот нужно ли это делать? То есть, альтернатива вот этому всему есть ТГД, на самом деле. Да. Ну, как бы, конечно, тут как раз есть войны, да? Вот, великих умов о том, что же круче. Некоторые говорят с пеной урта, что это без д-д-д, это круче всех. Некоторые говорят, что классический подход, начально спроектируй, потом напиши, это лучше всех. Я, в принципе, могу, как говорится, не знаю, может быть громко будет сказано, могу поделить все эти войны. То есть, идеально всего это быть посередине. Просто есть действительно задачи, которые, вот, и даже вот в своей работе, я так стараюсь понять, есть действительно задачи, которые легче начинать с тестов. Потому что, вот, бывает, нам вот как-то прислали, например, и вот куча-куча-куча бизнес-рулов, да? И сказали, вот, напишите нам, согласно этим бизнес-рулам, там какую-то определенную логику. И, ну, вообще непонятно, какие там классы должны быть, все такое. То есть, мы это начинали делать с того, что мы сели, написали тесты под эти бизнес-рул, да? И потом уже начинали потихоньку-потихоньку писать классы. Есть задачи, когда действительно с тестами удобнее. Вначале написал тесты, есть задачи, когда, ну, тесты, как бы, писать, особо-то и тестировать нечего. Вот, например, тут задача, что я вам дал. Вот, что там тестировать? Что ты ввел, да? Да, что ты ввел, и что... И что оно получилось? Ну, как бы, оно-то логично. Ты, ну, это такой тест достаточно тривиальный и простой. И понятно, что ты напишешь быстро программу, которая все это ведет. Фишка заключается в том, чтобы выделить правильные объекты и написать. Очень часто люди, которые активно хидируют ДДД, у них, в принципе, мозг стоит вполне нормально, для того, чтобы они как-то сразу, ты им даешь задачи, они как-то сразу визуализируют себе эти объекты. Да, и для них оно, как бы, ну, понятно. То есть, для них это как 2G24, да? То есть, понятно, тут будет такой объект, тут будет такой объект. Может быть, связи не совсем красиво сделают, потом отрефакторим, ладно, да? Но хотя бы какое-то первое приближение проектирования, они это просто сделают в голове. Понятно, что тогда они напишут тесты, напишут это приближение свое, и все будет хорошо. Ну, хорошо, а если ты вот не можешь визуализировать объект, если тебе вообще сложно понять? С другой стороны, да, в защиту, опять же, ТДД против этого. Можно на дизайне таким образом, можно сидеть, там, знаешь, там, курить трубку, да, раскачиваясь на кресле и думать, ой, мы, наверное, сделаем тут такой объект, и тут такой объект, можно так неделю дизайнить, да? Да. Ой, давайте, может быть, вот так вот, а я читал, что вот это лучше, а давайте откроем книжку, посмотрим на этот паттерн, наверное, это лучше, да? Неделю дизайне дизайнить, сесть, начать программировать, начинаешь программировать, и тут резко за еще неделю программируешь, да? Потом в конце второй недели заказчик говорит, слушайте, пацаны, а вот тут вот, надо по-другому сделать. Ну, знаешь, изменил требования, заказчики, они другие, они могут. И всякое, все твое, что ты проектировал, оно все как тупо под хвост, потому что все тебе не работает, надо по-другому. Что ты опять будешь неделю сидеть, ну, курить трубку, проектировать? То есть, это, конечно, ну, моменты философии, да, философские рассуждения. И факт того, что просто вы знали, да, что есть вот такие подходы, есть такие подходы, но пока что вы учитесь, да, то мой вам совет, то есть, научиться просто как можно быстрее выделять, то есть, когда есть какая-то задача, которую надо решить, надо научиться сразу для себя быстро выделить, хотя бы в первом приближении быстро выделить, какие у меня есть объекты, какие у меня есть методы, какие между ними могут быть связи. И отсюда отталкиваться, это уже начинает проектировать. Может быть, тест написать сразу, может не сразу писать, но факт того, что вы уже что-то можете начать проектировать. Не бойтесь, ну, пока вы старайтесь, в проектировании, как бы, есть самое главное правило, make it single, да, то есть держите его попроще, чем проще вы будете, чем меньше будет разных вот таких вот связей, вызовов там через десятое колено, да, чем это будет попроще, тем вам легче этот код будет потом рефакторить и менять, да, то есть надо себе усложнять жизнь, это будет, это самое главное правило. Итак, вернемся к нашей задаче, да, то есть пойдем по этому пути, у нас в UserStory известно, какие объекты, да, то есть я вам говорил, да, то есть мы можем вывести объект дел, да, то есть объект сделка у нас будет, в объекте сделка, значит, у нас есть, а, еще есть объект какой-то там, ну, как назовем этот объект, который, собственно, человек, участвующий в сделке. Экт, ну, или некоторый, не знаю, партик, партик какой-нибудь, да, пусть будет партик, да, какой-то чувак сделочный, да, вот, и у нас есть продукт, правильно, объект, то есть мы говорили, что у нас есть еще продукты, которые мы будем покупать там и продавать, ну, и больше, что касается информации хранения, больше мы особо не выделяли, нам больше не надо, на самом деле. Подожди, а ввод, вывод? Да, ну, хорошо, да, есть еще объект, собственно, наша программа, да, назовем его программ как-то, да, собственно, это, он как бы, просто, что эти как-то между собой будут связаны, да, как-то взаимодействовать, да, это программ, он просто будет, да, вот он, в нем будет, собственно, в нем будет главный метод main, да, который, собственно, все выполнить, ну, можем назвать метод input и метод, там, output, да, то есть как минимум так вот рассказать, то есть один метод будет вводить, другой метод будет выводить, да, и главный метод, который стартанет нашу программу и запустит движок, но про этот объект обычно редко, когда и вообще вспоминают, то есть он по-любому есть, да, по умолчанию, без него все равно программа не запустится, поэтому с этим как-то особо не парится, вот более интересно вот тут, вот это вот распределить, то есть, собственно, как логика будет наше взаимодействовать. Объект в парте, да, что нам главное в парте знать? Ну, пока что, пока что достаточно name хотя бы, да, пусть будет у него имя, мы же как-то должны различать, да, это Вася или Женя, да, там, я не знаю, там, это банк, там, или магазин какой-нибудь продуктовый, да, потом, может быть, добавятся какие-то поля, то есть это, опять же, у заказчика, то есть вы уточняете, какие у вас есть поля, что нам надо хранить в этой парте, ну, для нашей задачи этого хватит, да, у продукта, у продукта что он может быть? Тоже какая-нибудь title, да, какой-то же надо знать, то есть, ну, чтобы name называть, пусть пока что будет title, знаешь, чтобы понимать, что вот у нас такой продукт. Дальше, именно если взять вот сам продукт, просто продукт, вот он есть, да, что нам надо хранить, то есть нам надо title, цена у него, правильно, то есть price продукта есть, так, то есть мы, ну, у него здесь цена. Вот вроде, кто-то говорил quantity, да, quantity, да, quantity хитрость, потому что относится ли поле quantity конкретно к продукту? Правильно, потому что, как бы, ну, тут разные есть понятия, но, если так подумать, продукт, нам, возможно, надо будет покупать продукты в нескольких количествах, один и тот же продукт, но купить его, там, 10, 10 штук, да, но вопрос такой, имеет ли отношение именно к классу продукта его, его quantity, то есть quantity, это все-таки отношение сделки или отношение продукта, ну, понятие, куда оно имеется, то есть мы, например, сегодня мы купили этого, например, у нас там зубные щетки, да, сегодня мы купили 10 зубных щеток, завтра мы купили 5 зубных щеток, понятие зубной щетки с его title и price не изменилось, оно, как бы, осталось, да, а out quantity, оно, как бы, меняется в зависимости от того, какая у нас deal, да, все у тебя хорошо, но и плохо, знаешь, возможно, это все-таки deal имеет отношение, то есть, может быть, этому deal будем хранить, сколько конкретно этого продукта, ну, если мы... Ну, это понятно, это все такое дело, пока что не будет. С другой стороны, с другой стороны, мы ведь разрабатываем конкретно программу, которая должна что делать, так вот, если подумать, она должна возможность ввести, возможность вывести, да, и когда мы будем забивать эту информацию, да, вот, вбивать, о том, что такой-то там чувак купил у такого-то чувака, купил такой-то продукт по такой-то цене, значит, наверное, можно сразу же вбить, и сколько он его конкретно взял, да, то есть, этот quantity, может быть, его лучше сразу... Ведь это же будет информация, как бы, хранение информации, то есть, может быть, мы конкретно и сохраним, что quantity такой-то, ведь важно же еще не путать, что есть, ну, как бы, объекты, сейчас я говорю слово объекты, объекты, но есть же понятие класса, да, вот мы сейчас классы проектируем, а есть же объекты, да, и у одного класса могут быть несколько объектов, ну, как мы все, все собаки класса животные, да, но у класса животные есть еще и кошки, грубо говоря, да, то есть, разные есть классы, ну, или тому подобное, то есть, факт того, что разных экземпляров этого класса может быть много, да, мы все человеки, класс человеки, да, экземпляров вы, ты, я и так далее, их много. Соответственно, экземпляров продуктов, то есть, если зубная щетка, у нее может быть много экземпляров, соответственно, у каждого экземпляра может храниться информация о том, сколько же quantity есть. Это вот, на самом деле, вот это вот называется сложность. Я говорю, то есть, а куда же вы хотите все-таки засунуть? Сюда или, может быть, сюда? И можно спорить, конечно, долго, то есть, ну, понятно, это все определяется, больше определяется принципом программы. Но, если опять следует самому правилу, да, keep it simple, то, возможно, засунем его сюда, да, пока что. Понадобится, пересунем вот туда, да, и будем с этим продуктом по-другому работать, используя там другие паттерны. Но, либо, либо давайте, например, ну, хотя давайте, давайте пока что засунем quantity сюда. Quantity. Почему? На самом деле, причина для тех, кто, может быть, знает, я хочу сказать такая, чтобы мы пока что, я не хочу, чтобы вы тут использовали мапы, да, пока что, вот, которые будут хранить, там, соотносить quantity с продуктами. То есть, это чуть позже, это на следующем занятии, да, там, немного попробуем повидоизменять эти штуки. И, соответственно, продукты, да, пусть будем просто делать каждый раз, когда будем вводить новую сделку, будем создавать новые экземпляры продуктов. В каждом новом экземпляре у нас будет находиться нужный quantity. А, опять же, на занятии в следующем или через одно есть такой паттерн-билдер, в котором научимся создавать один, используя один заготовочный продукт, создавать разные экземпляры, там, когда quantity, наверное, перенесем в другое место. Хорошо, deal. У deal'а что нам надо? Date. Ну, правильно, дата. Ну, пока что, главное, одна дата, когда сегодня произошла, да, или вчера. И, ну, больше, наверное, больше ничего, дальше надо связать, посвязывать. То есть, у deal'а должен быть, собственно, id. Что-что? Id? Ну, id, понятно, не знаю, но это дело пока что не важно. Больше, если думать о важных вещах, есть buyer, да? Причем, что такое buyer? Buyer, это, собственно, типа будет вот этого партии, потому что, как бы, ну, кто-то же, это ссылочка, грубо говоря, да, есть seller, да, тот, кто покупает, и тот, кто продает, да? Дальше у buyer есть продукт. Продукт. Это вот сюда, да, вот. Соответственно, сразу рисуются же отношения, да, то есть, если у каждого дела есть один покупатель, у каждого дела есть один seller, и у каждого одного дела есть много звездочка поставим продуктов. То есть, таким вот образом, как бы, мы разрисовываем, то есть, ну, это все из UML тащится, то есть, какими образом там стрелочки и тому подобное. Достаточно упрощенно тоже, там есть разные виды подстрелочек, типа агрегации, композиции, но нам это пока не важно. То есть, вот распределили, да, то есть, вот таким вот образом мы, как бы, показали на диаграмме, то есть, у нас будут вот такие поля, и сразу же показали, ну, желательно тоже заранее, то есть, сразу мы программируем на Java, то есть, пока что-то вообще все абстрактно, но так как мы уже программируем на Java, мы можем заранее определить типы данных, которые мы будем использовать, да, что, например, name, это у нас string будет, правильно? String будем хранить. Title тоже string, да? Price у нас double, double. Quantity у нас integer, ну, потому что Quantity может быть там 1, 2, 3 и так далее, да? Что? Что минус 1 там не было? Я тебе дайник, конечно же. Может быть, и минус 1? Ну, если он селлер, например, ну, ладно, это я усложняю, хорошо, а Price? Очень усложняю. Зачем? Какая разница? Есть один чувак, покупает у второго чувака такой-то продукт, там, 10 единиц по такой-то цене. А в сделку стоит сумму написать? Это вот тоже хитрость. То есть, что делать с суммой? Ну, трейдов постоянно, да? Что лучше? Захранить эту информацию, либо ее вычислить? То есть, как бы, если представить, что у нас будет 10 миллионов сделок, нам надо будет хранить 10 миллионов объектов, и в каждом из 10 миллионов объектов мы сохраним поле сам, да, то, наверное, это будет 10 миллионов, там, интежеров каких-то, да, например. Это, наверное, много, мы не можем себе такого позволить. Значит, мы будем иметь метод, который getSum вычисляет сумму. С другой стороны, getSum метод, это, значит, надо процессору будет поработать. То есть, процессор, он будет взять все продукты, пробежаться по ним, перемножить праздственные квантити и еще и просуммировать это все. Значит, если мы можем посчитать, что если мы будем получать, получать, ну, постоянно запрашивать суммы, да, постоянно, да, то на 10 миллионов запросов сумм, на 10 миллионов раз процессор придется бегать. То есть, трейд-офф такой, что нам важнее, постоянно получать сумму или хранить это все? А сумму получать как изредка, узнать. То есть, ну, это, понимаете, это все надо говаривать и заказчикам, это вещи такие, то есть, есть, как бы, поля, которые можно всегда посчитать. То есть, напрашивается вывод, что у вас можно посчитать, за что вы их храните, если их можно посчитать. Но порой вот эти вот расчеты занимают очень много времени, поэтому, может быть, тогда стоит сохранить. В данном, в данной ситуации, тут действительно, тут, ну, тут 50 на 50, то есть, можно поле сам хранить, да, то есть, при, например, после ввода мы один раз посчитаем и, бух, запишем, да, и тогда, получается, каждый раз, когда будет доступ к сумме, мы каждый раз будем на, на, на тебе сумму, потому что моментально, очень быстро будет, да. А можно, например, ну, если нам, как бы, доступ к сумме, например, будет, там, спрашивать, там, раз в пятилетку, да, он будет спрашивать, да, какая там сумма была? А, хорошо, да. Тогда, может быть, смысл его хранить, зачем забивать себе базу данных личным полем, да, пусть будет лучше, надо, спросим, выдадим, не спросим, не выдадим. То есть, ну, тут решать. Давайте пока что будет вычисляться, ну, потому что это интересно, может быть, какой-то метод у нас появляется, такой вот, лучше больше особо методов у нас таких вот нет. Но в будущем же вы понимали, то есть, вот эти поля, которые можно вычислить, в основном, начинают, то есть, задавать вопросы, потому что иногда действительно есть смысл вычислять, иногда есть смысл сохранить его. А, ну, смотри, тут уже у нас нет истории, нам не надо историю поднимать, тогда, может, смысл... Правильно, и у продукта цена тоже, сколько уже меняться не будет, да, уже когда ты ее ввел, она уже есть, все, она уже осталась. Частенько бывает такое, что, например, ну, нельзя будет, в любом случае, придется вычислять, потому что зависимые объекты, например, могут меняться, например, если зависимые, ну, в данном случае и в реальности, это нелогично, да, если там сделку уже сделали, а по баху продукты цена изменилась, ну, что, хотя в реалиях нашей страны почему менять, да. Сделку заключили на 100 миллионов, продукты, цена потом резко упала, да, ну, 100 миллионов мы взяли, 20 миллионов отката, стандартный механизм. Да, то есть вдруг и такое надо ввести, то есть, соответственно, если цена может меняться в будущем, да, то, соответственно, тогда суммы, наверное, надо постоянно вычислять, потому что, ну, мы же никогда не знаем, какая у вас продукты будет цена. То есть это дело такое, соединили методы по обработке. Пока что, то есть, второй, это вот метод, да, который, то есть третий шаг, то есть этот шаг уже сделали, объекты выделили, связи между ними расставили. Следующий шаг, вот методы, да, masses. Поначалу подумайте о методах обработки самих этих данных. В данном случае, это мы уже, в принципе, обсудили, разжуали много раз, то есть конкретно метод get sum, да, то есть это конкретно, вот с этими данными конкретно он будет возвращать нам сумму, вычислять там, да, именно сумму этого сделки. То есть основная его задача какая? пробежаться по всем продуктам, да, то есть взять, 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 да, и, собственно, просчитать сумму. Причем взять стоимость каждого продукта, да, как бы, и, собственно, и выделить. Причем, что такое стоимость продукта в данном случае? У нас есть price, есть quantity, да. Так, наверное, у самого продукта тоже должен быть метод, там, get... как это назвать? Кост? А? Кост? Get cost, наверное, да. Не знаю, правильно. Какой-то get cost. Ну, это неважно, как бы, это назвать, да, который будет что делать? Который, по сути дела, котит и перемножит на price. То есть я перемножил, выдал тебе, да, пожалуйста. То есть возвращает что-то тоже double, да, соответственно, и get sum тоже возвращает double. Это логично. Да, и еще вот тут уже что же, типы, да, то есть date, у date будет тип, ну, date, давайте возьмем, да, самый простой, обычный. Класс date, есть такой вот в Java. Либо класс календарь, тоже используют, ну, можно сказать, date пока что, да. Соответственно, buyer, какого типа будет? Типа party, да, seller типа party. И products, нет, что такое products? То есть, ну, напрашивается возможность использовать коллекции, но коллекции я рассказывал чуть попозже, поэтому пока что даже, даже, даже в простейшем варианте, возьмем, пусть это будет массив, массив продукта. То есть, койл, почему бы нет? Ну, массив продукта. Вот, то есть, вот это то, что вот откуда оно взялось, взялось, то есть, быстренько надо понять, распределить, выделить, да, то есть, вот мы повыделяли, уже хорошо, уже нам классно, да, и эти методы, главные методы мы уже знаем, то есть, уже как бы проясняется какая-то программа, уже вроде, ага, мы уже видим, что как мы будем хранить логически, какие у нас будут связи между объектами, да, как они, методы по их обработке, и теперь, собственно, самая сложность теперь это написать вот эти вот методы ввода, вывода, и, собственно, главный метод, который запустит этот весь движок, да, то есть, когда мы это уже как бы у нас есть, мы это можем написать, надо теперь к этому как-то прийти. Юра, а вот buyer и seller у нас что будет? Это типа party. Ну, хорошо, давайте теперь дальше. Пойдем, пойдем, пока что мы это найдемся, теперь, когда это все на бумаге спроектировано, хорошо теперь желательно запрограммировать, да, программировать все будем очень быстро и легко. Значит, открываем программу, да, в Java, это тоже я нам рассказывал на ее лекциях, то есть, в каждой классе, каждый класс, то есть, в данном случае у нас будет 4 класса, deal, party, product, in, ну, собственно, программа наша, да, каждый класс пишем в отдельном файле, в отдельном Java файле. Там, понятно, есть такие замути типа inner-классы, там, т, 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 это все, нам это не интересует, нас тут пока нет никаких таких анонимных классов, inner-классов, у нас все хорошо у нас, да, все очень просто. Поэтому открываем, пишем, да, еще у нас, public, class, party, да, пока что все простенько, да, private, поле, private, string, name, да, name, и что нам еще надо? Почему private поле? Ну, классы все пока что ставят публичные для простоты жизни, почему приватное поле? То есть, желательно, вот тут такой момент, да, но это я вот рассказывал, да, есть такое понятие, как инкапсуляция, то есть, сокрытие, как бы, в себе данных. То есть, желательно вот эти все поля, поля, которые имеют отношение к конкретному классу, держать их только в этом классе, пусть класс только о них и знает, да, а все другие, как бы, внешние, внешние классы, к этому классу, пусть достукиваться к этим полям через методы. То есть, для этого есть специальные методы, которые мы ему дадим, и, как говорится, лишнего предлагать не будут. Тогда меньше шансов кто-то, что-то там испортит, вызовет какой-то метод, который там все нам нарушит, да. Соответственно, поля все желательно определяют приватными, чтобы хранились пока это. Иногда есть смысл, опять же, рассказывал там, я видел, что есть поля смысл определять protected, тогда, почему, чтобы подклассы, которые наследуются, чтобы наследники могли эти поля тоже видеть иногда. Хотя иногда даже от наследников лучше сокрыть. Да, например, там, поле, например, ключи от какого-нибудь заначки. Зачем наследникам это? Да, приватное поле, соответственно, нужны публичные методы доступа к этому полю. Но, соответственно, эти методы называются getter и setter, да, то есть, либо пишем их самому, да, в зале есть с конвенцией, я это тоже вроде рассказывал, то есть придумали, что getter называется, маленькое слово get, да, и потом поле name с большой буквы. То есть имя поля, все поля пишутся с маленькой буквы, но и в getter они пишутся поле с большой буквы, get name, да, и просто метод, который делает return, это, собственно, наше name. То есть, ну, я на видео это рассказывал, то есть это обычный, как бы, getter, то есть это, так их и называют, getter, потому что он getter, и setter, который устанавливает это поле, да, то есть тебе нужен метод, который, собственно, нам же, мы же когда будем создавать. Почему нам нужен setter? Setter не всегда на самом деле нужен, потому что это поле, например, оно может там вычисляться, каким-то другим образом попадать в сам объект, то есть как-то объект его может получать, может через конструктор вообще объект это поле получать. Вот, как бы, то есть способы, то есть тут тоже, то есть такой, trade-off, или конструктори устанавливают поля, или через setter, но для простоты жизни пока что лучше использовать setter. Используйте, да, то есть есть метод, который получит нам это поле, есть метод, который его установит. Setter, соответственно, маленькое слово set, да, то же самое. Set name, да, который, собственно, сделает, а, ну, это не дописал тут, да, то есть set name на входу, это строка принимает тоже строку там newVal, какое-то новое значение, да, и, собственно, здесь this.name равно вот этот вот newVal. Вот, вот обычный класс, ничего сложного, да, то есть самый стандартный класс, одно поле, и методы доступа к этому полю. Вот получи, вот получается установить, то есть установить. Для чего нам нужен установщик, еще раз повторяю, для того, чтобы мы когда создавали этот партий, мы могли установить, записать туда это name, getter нам нужно, чтобы мы потом смогли его считать, там, вывести, показать и так далее. Так, теперь, дальше я уже писать не буду, но по аналогии. Класс продукт создается, поля title, price и quantity, то же самое. То есть я уже просто писать не буду, но смысл сохраняется тот же самый, да, да, party, string, там, пошел, да. Единственное, что price и quantity, это будет интежер. То есть определяем, как бы, поля у объекта, да, и, соответственно, пишем местные методы доступа к ним, установить и получить. Все, ничего сложного нет. Сделаем. Сделаем то же самое, но чуть-чуть можно посложнее теперь сделаем. Давайте я напишу. Та-та-тан, та-та-тан, да. То есть так же самое пишем public class deal, да. Пишем поля у него private с большой буквы date и маленькая date, да. То есть класс, класс date, поле называется date, да. Теперь пишем private party, это класс party, который мы же сами создали, да. Это у нас будет seller, да. Так же самое мы определим private party, у нас будет wire, да. Да, и определим private продукт, наш же класс продукт, только это будет у нас массив, массив этих продуктов, да. И назовем products, вот. То есть вот таким вот образом мы определим, собственно, определим в объекте наши поля, то есть поля, которые будут входить в объекте дел. Вот, теперь тут немножко хитрость. То есть, в принципе, можно так же само понаписывать getter и setter, правильно? Ну, как минимум getter, getter можно 100% написать сразу. Ну, потому что при этом очень надо будет достукиваться, нам надо будет брать объект и говорить, скажи, какая у тебя дата, да. Или скажи, кто у тебя покупатель, кто у тебя продает, да. То есть getter стопудово нужны, по-любому. Вопрос, нужны ли нам setter? Ну, напрашивается вывод, что, наверное, ну, как бы, по аналогии, если брать по аналогии, то, наверное, уже нужны. Мы же должны будем создавать дело, мы же должны будем создать, создать эти поля и как-то их туда внести. Но проблема в том, что, как бы, если, например, взять, например, партию, да, у которого есть name. Name, ну, действительно, может часто меняться. Например, сегодня партии зовут, например, там, банковаль, да, завтра зовут уже Raytheisen, банковаль, да, например. То есть, ну, такое, стандартная смена, причем смена имени особо на логику никак не повлияет. Ну, просто изменилось имя, да, соответственно, у партии надо иметь возможность это имя переустановить, перезаписать. А вот deal, да, если мы взяли deal, заключили, установили, и в нем есть какая-то же дата, правильно, в deal. Дата, обычно, дело, дата это что? Ну, вот сегодня создали, значит, вот сегодняшняя дата, пожалуйста, установили. И дата уже вряд ли будет меняться, ну, смысл, потому что если поменяли уже дату, так это уже другой deal, уже будь добр, создай, пожалуйста, другой deal. Соответственно, дату, наверное, не имеет смысла менять, вернее, устанавливать. Нет смысла делать сеттер для даты, а лучше дату сразу создать вот во время создания самого дела. Ну, конечно, может быть, мысль вас натолкнет, что, блин, а вдруг надо в программе, чтобы можно было создавать deal, там, на завтра, например, там, да, там, на вчера. Ну, это просто вот программа. Ну, это, 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 опять же, это уже более сложные юзкейсы пошли, да, то есть, может быть, и можно. Но в нашем простейшем варианте, вот, создаем deal, значит, надо записать сегодняшнюю дату. Будет добр, вот сегодняшняя дата. Соответственно, наверное, нет смысла делать прям сеттер, который будет переустановить, ну, иметь, получается, кто-то с другой стороны может в любом случае сюда переустановить. А нет смысла deal создать сразу, вот в тот же момент, когда вот создался объект. Раз создаются сразу, то надо есть, есть конструктор объекта, да, и в этом конструкторе мы можем, собственно, этот date и, как бы, создать. Либо, ну, я это, по-моему, рассказывал тоже, то есть, что можно сделать в конструкторе, можно написать прямо здесь. То есть, есть два варианта. Либо мы пишем прямо вот тут, то есть, вместо точки зрения, мы пишем new date равно и сразу создаем новую дату. Вот пишем new date. Причем в Java, по секрету скажу, когда вы создаете объект date, вот создали новый объект date, он автоматически инициализируется днем сегодняшним и временем текущим. То есть, прямо вот, когда вы написали new date, то есть, вот этот объект date, он автоматически стал вот, ну, в нем хранится информация о дате именно того момента, когда вы его создали. Либо второй вариант, это, собственно, писать конструктор. То есть, мы тогда пишем конструктор, пишем public deal, да? То есть, это метод, который, вроде как метод, но он ничего не возвращает. То есть, он сразу deal, да? Вот. И тут, соответственно, пишем просто в конструкторе пишем date равно new date. То есть, ну, либо так, либо прямо там записать, да? Где лучше, ну, это, опять же, то есть, это подходы такие, то есть, есть споры разные, да? Иногда лучше там написать. Получается, тогда сразу, только создали объект, сразу будет создаваться дата. Иногда лучше в конструкторе. Проблема в том, что конструкторов, я вот рассказывал, их может быть много. Есть разные конструкторы. Есть конструкторы вот без параметров, как мы сейчас определили. Есть конструкторы с параметрами, которые аргументы какие-то принимают. Соответственно, если вы там написали, то значит, что дата будет создаваться всегда, независимо от того, какой конструктор будет вызван. Если вы тут написали, то только в этом конструкторе она будет создаваться. Если конструктор один, то, ну, не важно. Где больше нравится, там напишите. Ходите, там пишите. Дело такое. Бывает, что конструктора нет. Ну, не пишет конструктор, он не нужен. А это поле надо одно создать. Ради одного поля, кстати, конструктор неудобно. Лучше там написал, сразу видишь это. Ну, это дело такое. Теперь, Seller, Buyer, Products, да? Опять же, Deal такой объект, который, ну, знаете, вот он раз создался, его желательно потом уже не менять. Уже вот он, чтобы он был, и слава богу. Как бы, уже если есть Deal, в нем уже есть Seller, то уже все, хорошо, да? То есть, опять же, если Seller меняется, например, или Buyer меняется, то лучше создавайте, пожалуйста, будьте добры, новый Deal, а тот, например, там, cancelите как-нибудь, да? Ну, опять же, это уже более сложные эффекты, но сразу тоже есть смысл задуматься, да? Вот, когда вот написали такие объекты, еще, кстати, ну, тут вот можно дописать, знаете, 3А, да, вот в этом плане подумайте в методах. А какие методы будут создавать эти объекты? Как они вообще будут создаваться, эти объекты? То есть, мы их будем создавать один раз, и потом уже что-то там менять с ними? Либо мы будем создавать их, ну, как бы, создавать их, и потом уже не менять? Ну, то есть, такое-то, надо уже отучать у заказчика, ну, как бы, принцип того, как мы будем взаимодействовать с этими объектами. То есть, как эти объекты, или они будут создаваться один раз на время жизни всего приложения, или, там, например, они будут, каждый раз, только нам будет нужна новая партия, мы будем новую партию создавать. Либо мы один раз создадим партию, например, там, Avail Bank, да? И оно один раз этот объект будет курсировать. То есть, будет у нас много объектов, Avail Bank, да? Или один объект. Ну, то есть, это все надо уже уточнять у заказчика, то есть, какой смысл он вкладывает в эти понятия. Ну, как бы, не заказчиком, может быть, бизнес-аналитиком, неважно, как они там, что себе напроектировали. Да, но в данном случае, то есть, вот мы, например, для партии, мы конструкторы не писали. Значит, ну, у нас будет конструктор по умолчанию есть всегда, то есть, будет создаваться всегда партия, и мы будем в нем устанавливать имя, да? И имя, сразу мы написали сеттер, мы должны знать, что имя можем поменять и в будущем тоже, да? Для продукта, title, наверное, тоже можем в будущее поменять, да? Сегодня это, не знаю, стул, а завтра это стул на двух нож, как называется, да? То есть, расширенное название. То есть, название может меняться. Можно ли менять цену и квотики? Ну, мы для себя сейчас пока что считаем, что можно, для того, чтобы метод getCost постоянно нам менялся, да? Ну, была причина, по которой написать cost, потому что он будет постоянно вычислять изменяющиеся цены и квотики. Ну, как бы, типа такое. А вот для дела, например, вот требование такое, да? Вот определимся с требованием таким, что делал, вот он создался раз, с вот такими вот полями, да? С таким-то байером, селлером и таким набором продуктов. И все, и вот его больше уже изменить нельзя. Если хочешь поменять что-то там селлером или байером, то будь добр уже изменять сам, новый тилл создавать. Значит, если есть такие поля, которые, как бы, создали раз и больше с ними ничего делать нельзя, то лучше сеттеры под них уже не писать. В данном случае эти поля лучше не связировать сразу в конструкторе. То есть, в конструкторе объект создался, поля мы туда дали и все. Но в данном случае это что значит? То есть, мы делаем конструктор, не просто, а делаем конструктор с параметрами, да? И пишем тут параметры, то есть, партии пишем селлер, да? То есть, укажи сразу в конструкторе, запятая партии вайер, да? Запятая продукт, продукт, типа эти, продукты. Да, пр. То есть, сразу, пожалуйста, будь добр, укажи сразу селлера, вайера и список всех продуктов перечислили. Вот, возьми их. Ну, то есть, сразу их нам дать. Соответственно, в конструкторе мы, как бы, будем делать, да? То есть, мы сделаем zys.seller. Точка равно селлер, zys, там, ну, установим сразу поля, да? Запомним их. То есть, получается, что, то есть, создали deal, сразу передали в аргументы все поля, и вот они, эти поля тут получились, да? То есть, buyer, та-та-та, и zys.products, да? Равно продукт. Не буду уже писать. Вот. То есть, это, как бы, можно делать. То есть, это не обязательно. Вот в этом вся фишка, да? То есть, ну, конечно, сложно, да, вот, учить искусству, когда у тебя есть тысяча разных возможностей это выполнить, да? То есть, можно так, можно по-другому. Вот. То есть, я это пока что, ну, как бы, просто рассказываю, как пример, да, который вас натолкнет на мысли. Ты знаешь, что это, вот, канонически правильный пример, так, да? И все deal надо делать именно так. Нет, может быть, в будущем будете делать по-другому. Но, чтобы вы просто могли размышлять. Что можно вот так вот, да, то есть, можно партии создать без конструктора, да, getter и setter, а можно в конструкторе передать эти поля и сразу же их вот сюда установить. Почему я тут пишу zys.seller? Потому что у меня есть внутреннее поле с названием seller и есть переменная с названием seller, да? И, чтобы Java поняла, какого seller мы имеем в виду, я пишу zys.seller.seller, это как бы себя. Обращаюсь к себе, да, к инстансу, к твоему. Говорю zys.seller.seller, то есть, у меня возьми seller и ему присвоят того seller, который у меня нет. То есть, так она сможет их разделить. Что это zys.seller, это мой, вот этот вот, а это seller, это просто. Вот. Ну, можно было им имена разные просто дать, и тогда все было бы хорошо, да? Этот назвать seller, этот назвать переменную не seller, а там s какую-нибудь, да? s, b и p, например. Ну, пример. Но не рекомендую, рекомендую все-таки называть переменные и поля осмысленно, да? То есть, чтобы мозг когда смотрел, он понимал, что происходит. Вот. То есть, тут мы классы написали, там мы классы написали методы, да? То есть, когда написали классы, когда написали, собственно, ихние поля, написали методы доступа к этим полям, либо они есть. Значит, в делы у нас будут только какие? У нас будет, собственно, поля, у нас будет конструктор, и у нас будет, ну я уже писать тоже не буду, у нас будет getter, да? Getter, сутки, перечислю просто. То есть, поля, которые getdate, getseller, getvile, getproducts, ну в общем, как-то можно было получить и их увидеть. И дальше, после этого, вы начинаете приступать, писать методы, которые, собственно, вот по обработке этих полей. В данном случае, что? Getcost, getsum. Ну вот метод getcost, да? То есть, берем, пишем, да? То есть, public, double, ну это простой метод, что надо было писать, да? Getcost, да, он что сделает? Он сделает return, return, что у нас там что? Quantity, quantity, перемножить на price. И все. То есть, такой сложнейший метод. Он, на самом деле, простой, но как бы в нем заложено много. И самое интересное, что его можно протестировать даже. То есть, можно написать тест, да, который создаст объект, продукт, с сеттером засунет в продукт price, например, там 10, quantity 2, и true-false проверит, getcost равно 20 или не равно. Примерно, правильно? Соответственно, изменит price, например, там на 30, и сможет проверить, равно 60 или не равно 60. То есть, это, ну, как бы, и, соответственно, даже тест можно уже подписать. Ну, простейший метод, ну, как бы, вот он должен быть, да? И getsum. Getsum метод, наверное, посложнее. Да? Давайте метод getsum напишем. То есть, public, опять же, double, getsum. Ой, открыли, да? Что делает метод getsum? Он должен, ну, классично, пробежать по всем продуктам, у каждого из них взять getcost и просуммировать, просуммировать, просуммировать. Поэтому, что мы делаем? Как писать в таком случае метод? Хорошо бы определить переменную, double, назвать ее какой-нибудь, там, rest, да? Куда будем накапливать наш результат, да? По умолчанию ей присвоят ноль значения, да? Пусть будет ноль. Вот так вот и черплю, да? Теперь мы бежим по всем, бежим по всем продуктам, как пробежать по всему массиву, да? То есть, ну, легко, вы уже умеете, да? То есть, можно цикла, forE, да, и вытаскивать. Можно while, но ни то, ни другое, в принципе, не имеет смысла. Почему? Потому что, что while, в любом случае, что forE есть индекс, да? Который у нас будет индексная переменная к нам ходить. А нам тут индексная переменная, это, в принципе, как бы нафиг надо. Ну, нам просто надо взять все, реально. Нам тут надо взять каждый, и для каждого, получается, просуммировать. Поэтому можно использовать сокращенный вариант записи цикла for. В Java он тоже есть. Я про него рассказывал или не рассказывал, я не помню. В лекциях. Вот, возможно, в лекциях он есть, да, вот в этом. В лекция номер 2, по-моему, там, вот она есть. Это сокращенный вариант. Но тут мы его тоже можем написать, да? То есть пишем for, открываем, пишем тип. Тип у нас какой? Продукт. Продукт. Указываем переменную, пр, этого типа, да? И через двоеточие указываем массив, по которому мы будем бегать. Продукт. То есть это, и открыли фон. Все, то есть сокращенный вариант цикла. То есть, что это значит? То есть это значит, что оно возьмет этот продукт, оно возьмет этот массив, продукт, да? И оно начнет бежать по каждому элементу, да? И переменная вот эта вот pr, которая будет доступна только в этом блоке, да? То есть она больше не доступна, она только в этом блоке. Она будет принимать значение каждого элемента этого массива. То есть это так называемый цикл перечисления, да? То есть возьми, вот тебе первый элемент, вот тебе второй элемент, вот тебе третий. Индекса у нас нету. То есть мы не знаем, какой индекс, да? А он нам и не нужен. Но мы каждый элемент можем делать, 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 делать. И с ним что-то сделать, 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 сделать. Вот. Такой сокращенный вариант. В качестве продукта может присутствовать либо массив, либо лист. Ну все, что перечисляемый тип. Java перечисляемый тип, это тоже там какая-то из лекции, по-моему, шестая, седьмая, не помню. там, где про коллекции рассказываю, это вот collection, list и так далее, set, перечисляем мотив, они там могут присутствовать. Соответственно, что мы тут делаем, да, вот наша основная штука, мы делаем res, черно, плюс, равно, да, сокращенной записью пишем, да, то есть в переменную res возьми res и к нему же прибавь pr.getCost. и закрываем наш цикл, и в конце пишем return, return наш res, и вот вам этот продукт, это сам, да, то есть, ну, логично все, то есть все вроде как понимаем, просто такая вот имплементация, которую тоже надо помнить, да, то есть есть вот такой сокращенный вариант циклофор, когда нам, когда есть, как бы, какая-то коллекция, либо вот массив, и нам индекс, как бы, не важен, то есть если бы индекс был важен, мы писали вот стандартную запись, for, iter, та-та-та-та-та-та и писали вот, если нам индекс, как бы, не важен, то мы можем сокращенный вариант написать, где просто получать каждый раз этот объект и что-то с ним уже, собственно, делать, объект в этом массиве. Ну, на данном случае мы берем getCost и постоянно накапливаем, накапливаем переменную res, и потом res вернем. Вот два метода у нас написано, да, то есть тут есть, тут особо никаких методов нет, но тут больше пока что ничего не надо, продуктов, в getCost, слава богу, есть, пока что ничего не надо. Теперь самое сложное, последнее, вот, то есть это уже написали, да, то есть это, собственно, программа, теперь надо запустить этот движок, запустить, и не просто запустить, а надо же еще написать методы input, output, методы, которые будут показывать, что-то выводить и так далее. Но тут, значит, давайте так вот, ну, продолжим, да, то есть каким образом? Вначале, если у нас будет же класс программа, да, то есть public class program, ну, назовем его программ, неважно, когда. Сразу подумать надо еще такой момент о том, что когда мы будем вводить наши все эти данные, они же тоже где-то должны храниться, правильно, чтобы потом же их вывести, мы же где-то должны сохранить, да? А где мы их будем хранить? В файле. Может быть в файле, может быть в базе данных, может быть это, это все мы будем в будущем с этими программами, мы еще будем как бы разбираться, но пока что, я же сказал, то есть для упрощенного варианта храним в памяти. То есть просто где-то вот, пока программа работает, оно в ней хранится, пока, когда программа перестанет работать, оно перестанет храниться, да? Соответственно, раз хранится в памяти, то есть надо, так как это тоже класс, да, то есть обычный класс, то есть тот же самый объект, то есть у объекта можно создать поле, где хранить все продукты, да, создадим поле приватное, вправе там, и пусть будет там массив, да, все еще пока работаем с массивами, не будем пока что коллекциями касаться, это посложнее, лучше отдельным там занятием коллекции разберем, да, deals, вот у нас такое вот приватное поле, где храним массив этих сделок просто-напросто, да, храним или храним, что я хотел сказать, что, конечно, да, поле, вот ему сказать, что вот что делать, например, с понятием партии, ведь каждый раз, когда мы будем вводить новую сделку, должны ли мы создавать новый объект партии, потому что, например, вот, ну, партия какой-нибудь, ну, банковая, да, она, она-то, она-то есть, зачем нам создать, плодить каждый раз много банкового ли, да, ну, если, и самое главное, вдруг потом надо изменить имя, что мы будем делать, как мы сможем изменить имя у партии, если у нас они же все это, да, ну, тут это просто начинается вот эти вот сложности, которые, как бы, конечно, начинают, надо, об них бы неплохо бы задуматься, и мы сейчас посмотрим на время, а время уже позднее, поэтому о них мы сейчас думать не будем, задумаемся в следующем занятии об этих сложностях, вот, пока что сделаем проще, да, то есть у нас, если объект дел, надо его создать, соответственно, вот тут мы будем их хранить, теперь надо написать метод input, который будет вводить, 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 соответственно, пишем, что, очень просто, да, фаблик, на выходе этот метод нам вернем дел, наш введенный, да, и там назовем его input, да, ровно. Ну, тут я сейчас пока писать, так как время опять же позднее, много не буду, мы просто что сделаем, как ввести с клавиатуры, вы это либо уже знаете, вот, либо, если не знаете, то я вам пришлю, могу прислать что-то, для ввода с клавиатуры используйте вот такой вот метод, да, вот есть метод, который там, как бы, input from keyboard, который, как бы, ты, там, просит пользователя, введи там не то-то, а он такой, раз, на тебе, вот тебе, вот тебе результат. Да, да, который будет вводить, там, либо числа, либо строки с клавиатуры, поэтому, как бы, я этот метод писать не буду, там, там, кейборд input, назовем его, да, но важно, важно нам что, то есть надо сейчас последовательно все ввести, и, ну, это, наверное, самая сложная такая задача, казалось бы, тривиальная, но ее просто долго писать, то есть надо вначале ввести нам чего, ну, начнем с того, начнем, ведем, ведем байера, ведем с селера, правильно, поэтому назовем метод, ну, возьмем вот стринг, да, то есть метод input from keyboard будет нам строку возвращать, да, например, там, buyer name, да, и это будет, там, кейборд, я назову этот метод, да, кейборд, да, то есть, вот метод кейборд, он будет, вот он будет, как бы, на вход, ну, то есть, он будет спрашивать у пользователя в консоли, да, спросить, а ну-ка, дай мне байера, да, там, и он ему выдаст, вот тебе, байер name. Так, то же самое мы сделали для селера, ну, логично, да, после этого нам надо создать этот объект, то есть мы делаем партии, там, buyer, да, равно new party, создали, да, и, собственно, у этого байера, buyer.set name, мы установили, мы установили то, что мы ввели сюда, а это что, buyer name, да, вот, то есть, записали, да, вот, ну, грубо говоря, такой вот метод, причем, что интересно, да, то есть, сами уже можете понять, что, например, а неплохо бы, наверное, вот эти три строчки вывести в отдельный метод, правильно, а почему бы нет, ну, как бы, зачем сейчас, потому что сейчас то же самое, надо все те же самые три строчки написать для селера, правильно, то есть, неплохо бы вот это все выделить в отдельный метод, например, там, назвать его, там, скажем, input party, вот, да, но, так как бы, неплохо бы еще пользователю, который будет input party, понимать, что же, ну, потому что менеджер просто спросит, enter party name, да, а какой партии, buyer, sell, неплохо бы сюда на вход, на вход бы передать какую-нибудь строку input party, да, и строкой сказать ему, там, например, buyer, да, чтобы как-то распределять, а потом так же вызвать этот метод второй раз, да, input party, и на вход передать строку селера, а куда эта строка пойдет, и пусть эта строка идет в кейборд, вот сюда вот, да, например, тут это будет у нас переменная, назовем эту переменную, там, например, там, reason, да, ри-а-зон, да, какой-нибудь там, да, вот, ну, и явно этот метод кейборд вам, в принципе, вышлю, да, который нам выводит, выводит этот reason, ну, показывает пользователя, или не reason, а message назовем его, да, например, выводит этот message, да, там, please input, тра-та-та, да, пользователь выводит, нажимает enter, и на выходе получает, собственно, результат, и мы этот результат загоняем в партии, и этот input party, он нам на выходе, как бы, этот партий, ну, как бы, этот партий нам и вернет, да, вот мы ввели партии одно, ввели партии второе, дальше, что нам надо ввести? ну, наверное, потом надо продукт начинать вводить, то есть, поводили партии, потом начинают говорить input product, да, то есть, я советую, что, создать еще один метод, наверное, назвать его input product, да, который спросит у пользователя, введи продукт name, пожалуйста, введи продукт price, введи продукт этого, то есть, давай, да, то есть, так вот, будет метод, опять же, который на выходе возвращает продукт, да, вот, и, то есть, input продукт, да, нет, и он у пользователя спросит, например, string title равно, да, кейборд, там, получается, кейборд, кейборд, и reason он передаст какой-нибудь там title, да, да, потом, так же само он ведет, например, ну, так как после кейборда мы всегда будем стринги получать, логично, да, то есть, получается, он стрингом ведет price, price, price str, да, равно тоже самое, стрингом он ведет, что, quantity str, quantity str, да, поводили, 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 пользуете все это руками в build, и после этого мы создаем объект продукт, правильно, да, то есть, мы пишем продукт, pr равно new product, да, и устанавливаем, set title, ну, тут все легко, да, то есть, установили наш вот этот вот title, вот сюда его, вы указали, что делать с price, а вы кончите, price, а вы кончите, то у нас double integer, да, обвели мы строки, знаешь, надо, что, конвертировать, то есть, конвертировать, конечно, тут могут начаться такие вопросы, блин, а вдруг он там, да, мы его попросили ввести, понимаешь ли, price double, а он там вел там абракадабра слово, программа что сломается, ну, пока что, ну, конечно, пока что пропускаем, да, но пока что мы осюмим, да, предполагаем, что пользователь ответственный человек будет price double вводить строго число, стринг, который легко конвернется в double, да, то есть, ошибок не будет, конечно, в будущем неплохо бы сделать такие возможности вводить по-разному, да, но будем писать set price и конвертировать, каким образом конвертировать, для этого пишем большой класс double, да, и у него есть метод valueOf valueOf и на вход сюда получает строку, то есть, метод получает строку, вот эту строку вот сюда и, соответственно, он скажет, то же самое с интежером set quantity так же самое, да, то есть integer valueOf, и он нам получит строку и это будет один метод, который будет input-ить нам продукт, да и так вот мы спросим у пользователя, например, возникает тоже вопрос сколько, ну, сколько раз нам подстрашивают пользователя сколько продукта можно ввести то есть, ну, тут начинаются такие тоже махинации надо спросить, да, у нашего required а сколько можно продукта, если бесконечное количество, либо только три, например, да, там но для упрощения жизни пока что, например, можете сделать там три продукта хватит головы, да, а в будущем там можно сделать, потому что получается, если можно спросить бесконечное количество раз, значит, надо, наверное, сделать как-то еще метод, который будет спрашивать пользователя а хочешь еще, да, или не хочешь еще вот, соответственно, тоже неплохо бы спросить его да, и того, что мы у нас имеем мы имеем класс программ, да, помните у которого уже есть такие, у нас, вот видите, уже напрограммирована куча вспомогательных методов, охраняющих того, что нам надо у нас есть date, то есть deal, массив, да, который это хранит хранит наши сделки, да и есть куча-куча вспомогательных методов, которые нам позволяют input deal ну, по сути дела, да, сделку будет водить внутри которого он вызовет input party, да, два раза то есть есть метод, есть также метод, вот у нас input product, да, у нас есть метод кейборд кейборд, который, собственно, выводит нам эти, да, поля то есть этот возвращает, этот метод возвращает deal этот метод возвращает, собственно, party этот метод возвращает продукт кейборд на вход принимает, помните, да, reason у нас какой-то message был у нас там message, да, и возвращает стрим то есть это, знаете, только для того, чтобы ввести мы уже посоздавали кучу-кучу-кучу вспомогательных методов которые по-разному будут выводить и вызываться эти методы будет, да, то есть мы вначале вызовем вот этот метод потом два раза вызовем вот этот метод то есть тайном партии одно, тайном партии второй вопрос с продуктами ну, пока что сложно, ну, пока что остановитесь пусть будет запрограммировать их пусть он там три раза вызовет три продукта пусть ведет, да, не будем пока, типа, усложнять задачу типа, а хочешь еще ну, хотя, конечно, может создать этот метод а хочешь еще, но хотя бы, да, то есть три раза мы вызовем продукты я не совсем правильно нарисовал, наверное то есть вот это же, из этого же метода input deal мы три раза вызовем создание продукты, да и что интересно, что каждый из этих методов, да, будет вызывать метод кейборд то есть, каждый из них будет говорить дай сюда, дай сюда, дай сюда ну, то есть, каждый будет спрашивать кейборд, да, 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 то есть такой замечательный мега-метод который будет вызываться много раз и это все только для того, чтобы ввести на выходе мы получаем input deal нам выдает deal и мы сюда в массив этот deal кладем, да тоже сразу возникает вопрос это все-таки массив как в массивы добавлять не очень удобная на самом деле штука потому что лучше использовать коллекцию в данном случае, в коллекции есть красивый метод add да, но поэтому я советую сразу создать массивы, например пусть в программе будет массив пока что, например, new deal deal, например, там, 10 штук то есть максимум 10 делов можно ввести и больше не надо и просто сюда добавлять соответственно, ведь нам надо сюда добавлять в конец, правильно? а где этот конец? раз это массив, то мы должны знать ну, какое мы сейчас дело добавляли первый, второй, десятый а есть ли в десятом ячейке deal или нет соответственно, лучше неплохо бы хранить еще интежер, там, например, tail то есть как-то индекс tail а по умолчанию он будет ноль да, то есть по умолчанию мы как бы в нулевой элемент засунем deal и потом tail как бы плюс 1 а плюс 1 да, то есть, соответственно отсюда вывод какой то есть у нас получается есть метод input да, который как бы собственно создаст нам deal да, input deal вызовется, да то есть, который повызывает все те остальные да, мы получим это D и мы, собственно, сделаем так deal, да по индексу tail занесем наше D вот и в конце сделаем tail плюс плюс то есть хвост увеличим на единицу да, и, соответственно, в самом начале метода input вот здесь вот можно проверить а если tail уже достиг типа десятки ну, уже конца, да то мы можем не вводить уже дело сразу пользователю написать мол, чувак извини память исчерпана больше сделать ввести не могу ну, логично, да потому что смысл уже в массив больше ничего не добавил да это только ввод еще теперь надо что сделать вывод ну, вывод, как бы я думаю уже проще вам написать да то есть это для этого не сложно то есть метод output как бы, ну, обычный вывод метод, да он должен что? он должен просто на экран вывести, да тут, как бы, как выводить ну, как выводить это опять же надо спрашивать у заказчика то есть как он хочет, чтобы ему выводилось оно, да то есть одной строкой или там как-то красиво колоночками или там с какими-то еще свистульками и так далее, да но как минимум мы можем что? опять же, индексы нам особо же не важны, да поэтому можем бежать по всем делам, да del d deals да то есть мы у нас все у нас есть каждый дел, да и мы можем там sysout выводить, да system.out.print Alan а-та-та писать там даже не так, вот пишем, да можем ну, конкретно написать ну пусть будет так вот d.getDate вывели дату потом собственно system.out.println пишем d.get buyer .getName ну и так далее доступ к полям у нас в принципе известен, через точку мы получаем все поля, getter у нас тоже есть чтобы их выводить, чтобы к ним достукиваться и соответственно можем вот так, можем в одну колонку вводить, можем там красиво как-то линиями размещать, ну тут же как бы у кого какая фантазия, да, то есть факт того, что на экране можем показать, например, ну вот красиво было бы на экране было бы написано, да, типа, например, писалось бы на экране в конце, когда мы вводим и пишем там d.l, например, там, 25.06.2012 там, да, например, и на следующей строчке там, через там несколько пробелов мы пишем, да, там, например имя, там, скажем, там какой-нибудь оваль, да, там buys ну то есть вначале выводим, получается, имя байера, да, потом мы вводим просто текст buys, да, и имя селлера buys, там, например, in, там, тратата там, что у нас там, например in какой-нибудь там прока какая-нибудь почему прока, не знаю, ну не важно, да, имя какое-то ещё, да имя селлера, например, да и две точки, да и тут через то же планет тоже просто пишем там продукты, например, да там, tuzbrush, например, да tuzbrush какой-нибудь, да tuzbrush, это имя, соответственно, первого продукта, да то есть, ну, когда, соответственно, имя tuzbrush, например, 3, там, штуки там, 3x, например 3x25, там, точка 8, да гривен, например то есть 3, 3 штуки по 25,8, там, например, да потом там, тра-та-та-та-та по штоку, да и в конце выводят там сам там сам, например, там сколько 89, вот, к примеру, да то есть общую сумму посчитал вот, это было бы вот гениально если бы вы смогли такое написать вот такой метод ты признаешь нас гениями? я вас признаю гениями хорошо нет, это не сложно то есть, уже, как бы, я часть написал, да вот, for deal бежим по всем deal'ам просто, чтобы выводить это вот, ну, тут уже надо, как бы, ну, просто в system open zone начали же вывести через плюсик, там, можно же много, много разного выводить как я да, да, да то есть, вывели одно, плюс второе то есть, вывели одно, например, да потом, соответственно, следующей строкой вывели там buyer, seller, да ну, то есть, кто что, у кого что покупает у кого что получает потом бежим, for, in то есть, внутри у deal'a get products получили все продукты for опять бежим по всем продуктам мы тоже сделали вот тут вот вот я уже бегал, да то есть, вот, бежим по всем продуктам и выводим, выводим, выводим и в конце, после того, как цикл продуктов закончился вывели, собственно, наших этих вывели общую сумму get some метод у нас тоже есть мы его тоже написали то есть, методы написаны вывод у нас, как бы, есть input у нас, конечно, тоже есть хотя сложный input, но в целом можно вот, я тогда вам, как бы, вышлю этот, как бы, метод, который вот кейбор, да, делает который, как бы, вам вводит сразу с экрана красиво ну, может, сами, конечно, выводите вот из файла вот из файла, чтобы, ну, чтобы каждый раз вот это вот не парится нет, ну, можно но это я советую позже сделать давайте вы пока напишите ручками оно, знаешь, развивает моторику ну, не только моторику мысль развивает на самом деле потому почему потому что с файла считать эти значения это не так тоже тривиальная задача с какого файла с обычного файла с текстового с property файла как оно в них будет храниться то есть это куча, куча, куча сразу возникает нюансов о том, где хранить, как считывать и того подобного пока что, ну, чтобы не заморачивать себя вот файлом, да, и файловым вводом-выводом пока что остановитесь вот на этом пусть вот такой ввод напишет на следующем занятии разберем немного посложнее то есть усложним а все еще остановимся пока что на классах вот было бы неплохо, если бы мы еще, да вот где-то вот до отпуска хотя бы еще два занятия провели если на следующей неделе получится два провести было бы супер просто, ну, хотя бы одно И тогда усложним немного с классами смысл. Как там, с классами это можно усложнить. Пока что ввод-вывод с файлов это хорошо. Это мы потом тоже сделаем на каком-то занятии. Я вам расскажу, как работать с файлами, какие типы файлов бывают, как их вводить, выводить. И на этом примере мы просто это все с файла запишем. С файла считаем, в вуф файл запишем. Это все хорошо. Просто будет уже готовый пример, но код лучше начать. Пока что напишите ручками. Вот. Так что кейборд метод я вам выдам. Который как бы делает вот славиатуры. А вот эти все классы. Ваша задача написать три класса методы. И четвертый класс программ. У которого будет куча методов. Типа вот как мы вот тут вот написали. Нет, вот тут вот да. То есть делал там делал. Куча методов. Потом же мы еще на каком-то занятии тоже переделаем, поубираем массивы. Потому что с массивами реально неудобно. Лучше делать коллекции. Но опять же для этого надо же постепенно лекции смотреть. То есть сейчас посмотрите лекцию про коллекции. Поймете какие есть коллекции. Мы соответственно переделаем это все просто на коллекции. Но пока что остановимся на вот этом. Все. Вот. Все. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok